МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИСКУЛЬТ, привет, друзья! С тех пор, как я стал заниматься спортом, я здорово изменился. У меня появилось много новых друзей. Руки и ноги стали сильнее, да и здоровья хоть отбавляй. А все почему? Ведь ничего особенного я не делал, а просто регулярно ходил на тренировки. Ведь что такое спорт? Это наши повседневные действия, доведенные до совершенства. Ну, например, все мы поднимаем тяжести, но только спортсмены поднимают такие штанги, которые мы даже приподнять не сможем. Все мы бегаем, но только спортсмены бегают быстрее ветра. Все мы прыгаем, но только спортсмены могут прыгать не только вверх, но и вниз. А как они ухитряются это делать, я вам расскажу сегодня. Ну что ж, друзья, на старт! Есть такой замечательный вид спорта прыжки в воду. На первый взгляд кажется все очень просто. Забрался на вышку и вперед. Оказывается, для того, чтобы правильно прыгнуть, нужно уметь управлять своим телом в полете. А самое главное – не бояться высоты. Издревле прыжки в воду являются видом спорта слюнчиков. Человек, едва научившись плавать, уже с неодолимой силой стремился скорее зайти в воду. Для тех, кто проживал в береговой зоне рек и морей, это не было проблемой. Вышел из дому, разбежался, и вот он уже в воде. А вот тем, кто жил на скалистых берегах, приходилось нелегко. Поначалу люди прокладывали извилистые горные тропки, чтобы спуститься к воде. Но вскоре это надоело. Поэтому самые смекалистые нашли короткий путь. Стали прыгать в воду со скал и обрывистых берегов. Тот, кто хотя бы пару раз ощутил состояние короткого полета перед нырком в воду, отказываться от такого ощущения уже не хотел. Так появился новый вид спорта – прыжки в воду. Так это или не так, уже никто не помнит. Однако, сохранились исторические сведения, что еще в древности люди практиковали прыжки со скалистых берегов и кораблей. Да что там говорить? Люди прыгали уже разными способами – либо ногами вперед, либо головой вперед. А древние римляне тренировали своих воинов и заставляли их прыгать в воду в тяжелых доспехах. Но основу современного стиля прыжков в воду заложили американцы. Как-то раз в начале прошлого столетия представители большого американского спорта приехали на тренировку к шведскому тренеру Эрнесту Бранстону и предложили ему хорошие условия для работы. Гуд моргин, мистер Бранстон. Я корреспондент американской ньюспейперы Гаррисон Смит. Расскажите о вашей забаве прыжки в воду. Да чего тут рассказывать? Прыгаем мы, да немцы. Кто у кого украл идею? Никто. Прыгаем-то мы по-разному. Мы, шведы, прыгаем в воду с вышки. Самое главное здесь – это расслабить руки и плечи, чтобы прочувствовать момент полета. А что немцы? О, немцы любят разбежаться, подпрыгнуть на трамплине и бух в воду. Это, знаете ли, особое ощущение. Нужны сильные ноги. Прыгать с трамплина непросто. Именно так и родился новый вид спорта, который соединил в себе шведскую технику высоты, немецкую манеру трамплинового прыжка, а американцы придумали метод высокого вылета спортсмена и вхождения в воду без брызг. Именно этот метод успешно стал развивать шведский тренер Эрнест Бранстен, которого иногда называют отцом прыжкового спорта. Существуют прыжки с трамплина и прыжки с вышки. Метровый трамплин является не олимпийским видом спорта. Видимо, на всех остальных соревнованиях, включая чемпионат Европы, Чехота мира, проходят прыжки с метрового трамплина. Олимпийских дисциплин 8, получается. Прыжки с трехметрового трамплина у мужчин и женщин, прыжки с 10-метровой вышки у мужчин и женщин, а также синхронные прыжки с 2000 года, включенные в олимпийскую программу. Для прыжков с вышки нужны решительность и смелость. Внизу кажется, что вышка маленькая, а вот сверху кажется, что можно прыгнуть и промахнуться мимо бассейна. В вышке бывают разные высоты. Один метр, три метра, пять, семь с половиной и десять метров. Высота вышки зависит от уровня подготовки спортсмена и сложности прыжка. Когда дети начинают заниматься, у них, скорее всего, естественно, есть какие-то страхи. Какие основные страхи и как вы с ними боретесь? Ну, все всегда боятся высоты, и это нормально. Преодолеваем как? От простого к сложному, от маленького к большому. Мы начинаем обучать их прыгать с бортика, потом с полметра трамплинчиков или тумбочек, с метрового, а уж потом только с трехметрового трамплина и выше, к пять-семь. Все прыжки условно можно разделить на три вида. Прыжки с передней стойки, и с задней стойки, и со стойки на руках. В полете прыгуны выполняют настоящие фигуры высшего пилотажа. Они вращаются в разных плоскостях, делают сальто и прогибы. Но для этого необходимо тренироваться много лет и на суше, и в воде. Тренировка состоит из занятий в зале. Это акробатика, батут, прыжки на трамплине, с трамплином в поролоновую яму или на маты, хореография, имитационные упражнения. Очень много. Прежде чем выйти на вышку, спортсмены тренируются в зале. Такая тренировка называется сухая. Спортсмены тренируют прыжки на батутах в специальных подвесных конструкциях. Они должны научиться владеть своим телом в полете. Почему вы выбрали именно прыжки в воду, а не какой-нибудь другой вид спорта? У меня родители тоже прыгали, бабушка прыгала. Бабушка серебряная, визорная, визорная, визорная. Поэтому меня себя тоже не тренируют. Юля моя подруга, а ее мама подруга моей мамы. И Сланг Семна посоветовала мне идти именно в этот спорт. Я когда походила немножко сюда, мне понравилось, и я решила прыгать. Очень красивый спорт, и мы много раз его видели по телевизору. И, наконец, меня родители решили отдать. Девчонки, кому больше как нравится прыгать? С трамплина или с вышки? И почему? Мне больше всего нравится прыгать с вышки. С трамплина у меня не очень получается. С вышки и получается, и родители вышку больше продели. Мне нравится больше прыгать трамплин. Ну, во-первых, потому что вышку прыгать немного страшно. Во-вторых, с вышки у меня не очень получается. Мне больше нравится прыгать вышку, потому что мне интереснее. Ну, а трамплин как-то, ну, скучновато. Трамплин, хоть и располагается невысоко от воды, на метр или на три, все равно требует отваги. Ведь он сильно пружинит и может отбросить вас на невероятную высоту. Теперь я знаю, почему потолки в бассейне высокие. Что тебе больше всего нравится в прыжках в воду? Мне в прыжках в воду нравится прыгать. А откуда тебе нравится прыгать? Мне нравится прыгать с трешки. Трешка – это трехметровый трамплин. Техника прыжков с трамплина очень сложная. Прежде чем приступить к необходимым элементам, спортсмену нужно набрать высоту и, точно ее рассчитав, приступить к выполнению программы. Необходимо уметь сосредотачиваться, ведь прыжок длится всего пару секунд. Судьи на соревнованиях оценивают все этапы прыжка. Ну, как правило, оценивают 7 судей соревнования. Спортсмен оценивается из 10 баллов. Техника прыжков в воду, она состоит из разбега, отталкивания, полета, раскрытия. Из самого входа в воду, желательно без брызг. Как вы видите, прыжки в воду – это спорт совершенства и аккуратности во всем. Начиная от разбега и до вхождения в воду. Даже просто прыгнуть в воду с солдатиком, по всем правилам, получится далеко не у всех. Девчонки, есть ли у вас какая-нибудь мечта в будущем, связанная с прыжками в воду? Я хотела бы поучаствовать в Олимпиаде, попасть в финал. Хочу стать тренером, как бы тренировать деток и продолжать. Я хотела бы участвовать на чемпионатах мира, Европы и, конечно же, попасть на Олимпийские игры и завоевать золотую медаль. Прыжки в воду быстро завоевали популярность во всем мире. Долгие годы лучшими спортсменами в этом виде спорта являлись наши спортсмены. Ну вообще официально в Советском Союзе с 1923 года прыжки в воду начались. Ну так вот серьезно начали заниматься где-то в 50-е годы. И в 52-м уже первые советские спортсмены выступали на Олимпийских играх. Судям приходилось все время усложнять программу выступления. Наконец был найден выход. В начале 1970-х годов в качестве развлечений зрителей были впервые продемонстрированы синхронные прыжки в воду. Два прыгуна одновременно проделывали одинаковую комбинацию элементов. Зрителям настолько понравился этот номер, что вскоре синхронные прыжки включили в официальную программу соревнований. Этот вид спорта стал вдвойне зрелищнее, но и труднее для спортсменов. Синхронно всегда, наверное, прыгать сложнее, потому что подстраиваешься под спортсмена, под своего партнера, чтобы было синхронно. А в индивидуале рассчитывает каждый сам только на себя, на свои силы. Когда я прыгаю синхрон, надо быть сконцентрированным не только на себе, но и на партнере. А когда прыгаешь лично, думаешь только о своем прыжке и уверен только за себя. А так надо быть еще уверенным и за партнера. Чтобы стать хорошим прыгуном в воду, нужно много и упорно тренироваться. Без труда, как говорится, ни с вышки прыгнуть, ни с трамплина кувыркнуться. Важно ежедневно заниматься акробатикой и гимнастикой. А чтобы развивать координацию движений и свой вестибулярный аппарат, начните делать хотя бы обыкновенные кувырки вперед и назад. Потом упражнение усложняйте, пройдите по залу колесом. И, наконец, сальто. После того, как почувствуете себя уверенно, переходите в бассейн. Родителям хочется пожелать следующее, чтобы они не запаздывали со своим решением. Потому что у нас бывает такой случай, что родители приводят своих детей очень поздно. А это 8, 9, 10 лет. Конечно, ребенок может быть очень хороший и физически прекрасно сложенный. И даже может уже кто-то прыгать. Но у нас 10, в 11 лет уже становятся кандидатами мастера спорта. И мы, к сожалению, не можем взять. Поэтому мы приглашаем родителей приводить своих детей в 5, 6, 7 лет. Для многих кажется, что это очень страшно. Но это на самом деле не так. И не такой травматичный у нас вид спорта, как кажется на первый взгляд. Даже вот гимнастику если взять, у нас травм намного меньше. Так что, ребят, приходите, не бойтесь, попробуйте. И вполне возможно, что из вас получат чемпионы. Очень красивый и интересный вид спорта. Если вы придете, никогда не пожалеете. Потому что сначала будет тяжеловато, а потом все трудности преодолеете. Ребята, приходите заниматься прыжками в воду. А если серьезно, то к тренировкам нужно относиться очень ответственно. Ведь спортсмен во время прыжка развивает скорость до 50 км в час. Я вот только начал тренироваться. Поэтому даже когда прыгаю солдатиком, брызги поднимаются до небес. Ну ничего страшного, я продолжу свои тренировки. А с вами я на сегодня прощаюсь. До новых спортивных встреч, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова